Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдердинов. Вопросы добучи нефти – это одна из, так скажем, сторон огромного нефтегазового комплекса. Есть еще вопросы переработки, есть вопросы в том числе и транспортировки, доставки этой нефти или готовых нефтепродуктов потребителям. — Поговорить о том, как развивается морской флот, танкерный флот, какие есть новые направления у этого вида бизнеса, а это действительно можно назвать бизнесом. Мы пригласили генерального директора национальной морской судоходной компании «Казмор Трансфлот» Урманова Марата. Марат Кушпинович, здравствуйте! — Олжас, добрый день! — Мы, по-моему, в прошлом году встречались, где-то, наверное, год уже прошел. Не можем вас поймать, вы, наверное, как вот такие быстрые какие-то корабли в одном месте, в другом месте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Ну, давайте, наверное, такой первый вопрос, да, вот что в этом году нового произошло, какие есть события важные, интересные для компании? — Ну, еще раз хотел поблагодарить за приглашение с удовольствием. Да, на самом деле, вот мы последний раз в прошлом году встречались. На сегодня, можно сказать, да, есть ряд у нас изменений, положительную сторону. Ну, если остановиться по порядку, то есть, помните, мы в прошлом году, мы зашли в проект «Будущее расширение» с компанией «Тинги Шевройл», подписали контракт по транспортировке негабаритных грузов. Для этого были построены три судна, так называемые, «Модел Кайверен Весел» для перевозки негабаритных грузов. Контракт у нас был подписан на три года, и я могу сказать, что мы успешно, досрочно этот контракт уже в этом году заканчиваем, буквально опережая год. То есть, мы должны были перевести 80 модулей, на сегодняшний день уже перевезли 78 модулей. Практически до конца навигации мы два модуля перевезем, и, в принципе, исполнили досрочно полноценный контракт. Ну, конечно, этот контракт нам многое дал, мы приобрели огромный опыт. На сегодняшний день, благодаря данному контракту, мы уже заключаем практически новый контракт, уже на транспортировке негабаритных грузов. Буквально в стадии подписания у нас контракт с компанией «Коско Шиппинг», это мировой лидер по транспортировке различных видов грузов. С ними мы подписываем контракт по транспортировке в следующем году из Черного моря на Каспий, порта Терау, для нашего нефтехимического комплекса КПИ в Атрау. Мы подписываем контракт по транспортировке, также определенные ряды видов грузов для этого нефтехимического комплекса. Поэтому мы можем с гордостью сказать, что мы достойно выполнили контракт, исполнили, и сейчас продолжаем также оказывать данный вид услуг. Также буквально в этом году, в начале года, 16 апреля, мы открыли так называемую новую фидерную линию по перевозке контейнеров. Да, я, кстати, видел вот релиз красивый на сайте. Да, КТЖ, национальная компания КТЖ передала нам в Бирбовый чартер четыре сухогрузовых, как вы знаете, у них были во-первых, КТЖ Шиппинг. На сегодняшний день, благодаря этому контракту, мы, получив эти суда, начали дезинфицировать бизнес, так как, вы знаете, есть в связи с переориентированием объемов нефти больше в трубопроводный транспорт, то есть в КТК, на Китай, сейчас значительно объемы нефти через порт Октава упали. То есть практически на сегодняшний день, если мы в хорошие времена возили до 12 миллионов тонн, то сегодня всего лишь 2 миллиона тонн, но при этом мы не останавливаемся, мы пошли дальше. Вот, как я сказал, получив 4 сухогруза, мы сейчас начали дезинфицировать бизнес и начали перевозить контейнерные перевозки, начали перевозить зерно, металл в различных направлениях. И то, что мы открыли фидерную линию на линии Октаву-Баку, это послужило на транспортной мировой карте и появился совершенно новый маршрут. Это все в свете развития транскаспийского международного транспортного коридора. Мы стали ассоциированы участниками этого консорциума. Туда входит ряд железных дорог государств, прикаспийских государств, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Турция, Украина и ряд входит морских портов, всех прикаспийских, а также черноморских портов. На сегодняшний день открыто новый транспортно-логистический маршрут из востока Китая через Харгос, направление в Каспии и в дальнейшем транспортировки до портов Черноморы и Поти. А также запущена железнодорожная линия Баку-Тбилиси и Карск, тоже вы знаете. Поэтому маршрут, эти контейнера мы сегодня транспортируем до порта Мерсин. Таким образом мы участвуем в совершенно новом развитии маршрута и Казматослот активно также в этом участвует. Вы так интересно рассказываете, даже прерывать не хочется. Вот про проект будущего расширения. Это тот сам проект, который на Тингизе для поставки негабаритных грузов прорыли специальный канал. Да, для этого проекта был построен новый порт, так называемый порт Прорва. Также был сделан дноуглубление и прорыт канал длиной более 70 километров для того, чтобы вот эти модули доставлялись до порта Прорва, дали на Тингизское месторождение. И как вы знаете, там строится завод третьего поколения, проект будущего расширения называемый. И вот мы вот эти блоки, модули из порта Курык, Сирсай, мы перевозим в Прорву. Потому что я помню, мы частично на прошлой программе об этом говорили, а по большому счету зрители, которые не связаны с нефтянкой, они на самом деле не знают. А работа же там на самом деле колоссальная была. Новый канал судоходный, условно говоря, может быть односторонний, но прорыли и сделали. Большая работа была. Да, это огромная работа, конечно, тем более с учетом специфики Каспия, экологических требований, то есть навигация, ограничения в навигации, с учетом нерести. То есть это на самом деле уникальный проект, который учитывал все нюансы. И мы считаем, что это один из таких ведущих проектов. И на сегодняшний день уже существует судоходство, которое соединяет Атерау, Урало-Каспийский канал с Каспийским морем. Новые направления бизнеса, новые, так скажем, уже ниши для развития. Не могу не спросить, сейчас такая очень, условно говоря, хайповая тема по цифровизации. Все там о ней говорят. Не всегда это, наверное, эффект какой-то для бизнеса бывает, положительный, позитивный. У Казмортанслота с этим как? Есть какая-то программа развития, есть какие-то там, не знаю, мероприятия, которые уже были сделаны? Ну, в отношении цивилизации, то есть флот без этого никак. То есть мы, в принципе, цивилизация у нас всегда была, есть, и, конечно, мы усовершенствуем. Потому что на сегодняшний день оперирование флотом, это все у нас связано и как со спутниками, также GPS-ами, все программные обеспечения, которые то же самое, снабжение судов, технический менеджмент. Все это у нас автоматизированные системы, то есть ежедневные экипажи эту систему всегда наполняют. То есть практически у нас в целом, с точки зрения цивилизации, мы всегда идем в ногу со временем. И, конечно, мы усовершенствуем эту систему. Ну, то есть это уже изначально, так скажем, такая хай-тек отрасль? Да, однозначно без этого. Потому что на каждом судне есть система АИС, так называемая, которая все это в соответствии с международными конвенциями, эти системы должны. Как я вот ранее говорил, вот Казахстан присоединился более к 16 международным конвенциям. И эти требования этих конвенций у нас в Казахстане не соблюдается. На прошлой передаче говорили мы об IPO, о том, что компания проходит подготовку к IPO. Сейчас на какой стадии вот эти работы, так скажем? Ну, в начале года было принято решение, то есть Каз Матерсот стоял в списке приватизации компаний, сам РУК Казына. Ну, проводили мы трижды конкурс, но, к сожалению, мы не нашли тех достойных инвесторов, которых мы ожидали. Поэтому было принято решение Каз Матерсот частично снять приватизацию, оставить в рамках IPO Каз Матерсот, внутри группы Каз Матерсот газа. И мне кажется, что это правильно было решение, потому что на сегодняшний день, на самом деле, Каз Матерсот активно развивается, открываем новые направления. И я думаю, что в рамках именно IPO Каз Матерсот газа внутри, то есть это был правильно принятый шаг. Так что мы двигаемся внутри Каз Матерсот газа. Ну, это, в целом, я думаю, позитивный момент для компании, что она будет в структуре такой, да. Тем более, это уже такой диверсифицированный бизнес, это уже не только перевозки нефтеналивных каких-то, да, там, урузок, это уже там сухие. Да, однозначно, это, я думаю, прибавочная стоимость однозначно для компании, для нас, компании Каз Матерсот газа. Соседи наши по Каспийскому региону, как развивается в плане морских перевозок, транспортировки? Ну, в целом, в принципе, конкуренция у нас, здоровая конкуренция на Каспии, и соседи тоже развиваются. То есть активно сейчас идет вот именно развитие нефтесервисного флота. То есть буквально недавно мы транспортировали морскую буровую САТЭ в Азербайджан. Социальная компания Каз Матерсот газ подписала большой контракт по разведке бурению. То есть им была передана наша буровая установка, и Каз Матерсот эту буровую установку транспортировал удачно, своевременно, безопасно. И в связи с этим, то есть мы сейчас тоже активно с соседними государствами сотрудничаем. То есть мы привлекали ихний флот, потому что есть флот, которого, к сожалению, до сих пор у нас в Казахстане нет. И всегда у нас это сотрудничество с государством. Мы и в Туркмении работаем, и с туркменскими компаниями, и с российскими компаниями, и с азербайджанскими компаниями. И всегда мы где-то... Так как шиппинг, он такой очень узкий бизнес, и мы буквально все видим, кто что строит, какой флот развивается. И понимаем, что Каспий все-таки закрытое море, и чтобы как бы наименьшая была конкуренция. То есть, например, сегодня Азербайджан активно там развивает строительство паромного флота, да, то есть у них почти 9 паромов. Они построили огромный завод, судостроительный завод, да, то есть смысл на Каспии еще там строить, например, такой же завод, тоже мы не видим. Поэтому в этих моментах мы объединяемся где-то, смотрим. Сейчас мы активно развиваем сухогрузный флот. Ну, то есть это, так скажем, такой скоординированный. Скоординированный, да, такой подход у нас. И в завершении, вы удивитесь, у нас уже время подходит к концу. Какие показатели у компаний, да, вот по этому году или планируются? Какие планы на будущее по развитию, так скажем, да? Ну и в целом, вот, может быть, какие-то есть у вас прогнозы, может быть, еще что-то, о чем можно там рассказать? Что не секретное, скажем так? Ну, секретного ничего нет у нас такого, наоборот, мы с удовольствием хотим поделиться, рассказать. На самом деле, итоги этого года достаточно-таки вдохновляющие. Мы буквально, как я сказал, вне зависимости от того, что падение нефти на Каспии упали, объемы нефти. При этом мы на сегодняшний день транспортируем более 7 миллионов тонн нефти уже. Это с учетом, конечно, открытых морей. Мы вот в прошлом году подписали контракт большой по транспортировке нефти. И сейчас активно мы развиваемся в открытых морях. Кроме этого, как я сказал, мы открыли новые перевозки. Это транспортировка контейнерных грузов, сыпучих грузов. То есть тоже мы успешно закачиваем контракт с ТШО, который дал хорошие результаты показателей. Поэтому по итогам 8 месяцев у нас рекордные показатели за всю историю. И по производственным показателям, и по финансовым показателям. Поэтому компания достаточно устойчиво развивается. Уверенными шагами идет вперед. И мы, если говорить о будущих проектах, мы сейчас активно участвуем и разрабатываем в таких проектах. Именно как по транспортировке негабаритных грузов. Вот это, например, еще более расширяем. Сейчас активно, как вы знаете, морские блоки, казмные газы, ЖЕНИС, ИСАТА. И сейчас идет активная разведка. Мы активно в этом также участвуем. Поэтому в нашей стратегии именно развития сервисного флота таких судов-снабженцев, специализированных судов по локализации аварийного розлива нефти. То есть сейчас акцент на этом тоже сильным отделом именно по экологическим безопасности судов. Поэтому мы и также, конечно, будем развивать сухогрузный флот. Тоже будем наращивать. То есть есть у нас ряд проектов, которые мы сейчас в стадии разработки. Заканчиваем эти проекты по следующим строительству нового флота. И, конечно, увеличение флота в открытых морях, больших танкеров, Суицмаксы, Афромаксы. Так что в целом компания устойчиво двигается. Горизонты мы видим. Цели мы перед собой амбициозные. Не боимся. Ну и, наверное, самое важное – это те наши кадры, которые в свое время мы отучили в высших морских учебных заведениях. Также мы сейчас обучаем на базе КБТУ, морская академия. То есть наши бывшие курсанты, они уже сейчас вторые помощники, третьими помощниками, старшими механиками. То есть растут, уже доходит, цен сплаватель набирает. Мы ожидаем в ближайшие годы уже получить первых наших капитанов, национальные кадры. Много наших курсантов, которые они закончили, они работают в открытых морях, возвращаются оттуда с огромным опытом. Поэтому компания уверена, развивается. Я думаю, и впереди у нас такие хорошие задачи. Перед нами стоят, которые мы достойно реализуем. Ну, на такой позитивной ноте завершаем. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаем успехов, естественно, компании. Поговорили о том, как развивается судоходная компания, национальная морская судоходная компания. Ну и, как видим, это очень радует, когда из, скажем так, недр национальной компании «Казмной газ», дочерние компании фокусируются не только на каком-то нефтяном бизнесе. Они расширяют, так скажем, свои сферы, диверсифицируют бизнес. Но, я думаю, это большой плюс, большая польза для развития и национальной компании, и нашей страны. Я напомню, это программа «Байдидинов нефть». Увидимся через неделю на «Атомикен бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова